Всем привет! Вы на канале Виконсто. Сегодня мы прокатимся в Буденновский район города Донецка. Кто жил, тот обязательно вспомнит. Ну а кто здесь ни разу не был, то вы прокатитесь вместе со мной. Расскажу немного о жизни в Донецке, какая жизнь во время эпидемии, что сейчас происходит. Выходной день, посмотрим на загруженность трафика, ну немножко пообщаемся. Усаживайтесь поудобнее, ролик будет длинный, насыщенный. Я надеюсь он вам понравится. Ну что, поехали! Сейчас мы находимся в районе Донецк-Сити. Будем ехать по центральной улице, улице Артема. Сегодня у нас воскресенье. Будем ехать. Что касается погоды, погода нас не очень радует солнышком, но уже тепло. Деревья порасцветали. Все становится намного красивее и насыщеннее, чем зимой и осенью. Улица Артема является центральной в городе. Это первая линия. Кто старой закалки, кто помнит, это еще одно дополнение к ее названию. Трафик у нас небольшой. Сейчас на часах у нас 10-14. В воскресенье. Одно удовольствие ехать по такому городу. С левой стороны у нас, я не знаю, что за деревья цветут, но красиво. Еще немаловажный вопрос. Что сейчас происходит во время эпидемии в самом городе? Изначально обязательно вы должны ходить в масках в общественных местах. Это первое. Рынки, магазины, супермаркеты, многолюдные места. Обязательно вы должны носить маску. Никаких больше ограничений нет по масочному режиму. Запрета на передвижение тоже нет. Еще есть режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Поэтому им запрещено выходить на улицу без особой нужды. Кроме в крайних случаях, связано со здоровьем. Либо сходить недалеко в магазин. А так, в принципе, по заболеваемости я вам не подскажу. Ежедневно меняется статистика. Летальные случаи уже есть. Каждый день что-то меняется. Но я надеюсь, рано или поздно эта зараза отступит от всех нас. И мы наконец-то нормально заживем. Справа у нас библиотека имени Крупской. Вот так выглядит Донецк. В 2020 году я знаю, вам эти выпуски нравятся. Так как я рассказываю, вы слушаете. Можете делиться этим видеороликом в соцсетях. Кстати, полицейские в маске соблюдают масочный режим. Здесь постоянно они стоят. Сколько я здесь ездил. Поехали мы в сторону проспекта Ильича. Ну а справа у нас площадь Ленина. Давно не было у нас видеороликов со стороны Буденовки. Так мы охватываем три района. Ворошиловский, Калининский, Буденовский. Ну и немножко там Пролетарский у нас будет в стороне. Выезжаем мы аж на набережную. Еще тут такая вот интересная дорога из кирпича. Она состоит так как, я не знаю, может кто подскажет. Скорее всего, что если здесь постелить асфальт, то он со временем скатится. Подъем, спуск большой. Процент, не знаю, может быть градусов 25-30. Приблизительно вот такая вот ситуация. И еще, я так понял, здесь по проспекту Ильича идет ремонт моста. Я не знаю, что там они собираются делать. Но написано, что на перила не облокачиваться. И вот такие вот заградительные штуковины стоят. Кому интересна ценовая политика, рынки, цены, магазины. У меня есть огромное количество видеороликов, что касается продуктов. Я вам скажу так, продукты в среднем подорожали процентов на 10. В связи с эпидемией. Как бы дефицита нет. Это единственное, что был в начале всплеск. Сгребали все продукты. Ну, буквально две недели хватило, чтобы все запаслись. И в итоге навезли столько всего, что, я думаю, хватит не на один месяц. Актуальные цены на бензин 5-й 46, 2-й 44, газ 18 рублей, дизель 49. Мы проезжаем здесь сеть автосалонов, прием авто на выкуп, на комиссию. Также можно купить новые автомобили, зарегистрировать их здесь. У них будет местная регистрация. Ну, там, к примеру, Kia Rio или Hyundai Solaris вы сможете приобрести новые автомобили. Единственное, что у него будет местная регистрация. С этой регистрацией он может выехать только в Российскую Федерацию, либо здесь по месту кататься. Справа у нас Amstore. Ну, его сейчас переименовали в молоко. Там сейчас сделали тоже торговую площадку, торговый магазин, где продают у нас продукты. Сеть молоко довольно популярная в городе Донецке. Что касается качества, ничего плохого за нее сказать не могу. Сам лично покупаю там продукты. Доезжаем мы до Лиц, дом синоптиков. С левой стороны у нас будет улица Марии Ульяновой. И справа улица Карпинского. Изначально в городе недвижимость пользуется спросом только в центральных районах города. И, соответственно, цена будет выше, чем на окраинах. К примеру, в Ворошиловском районе трехкомнатная квартира с таким ремонтом 2005-2007 года вы сможете купить порядка 35 тысяч долларов. Эти же параметры, но, к примеру, на других окраинах Донецка, Петровский, Кировский, то, соответственно, цена будет падать порядка на 8-10 тысяч долларов с квартиры. Приблизительно с такими же ценами. По съему жилья в среднем двухкомнатную квартиру в центральных районах вы сможете снять порядка 5-6 тысяч рублей. Это вместе с оплатой с коммунальными услугами. Это такая информация, которая постоянно вроде бы пользуется спросом. И я периодически ее обновляю для вас. Вы так как слушаете меня, видите, а я для вас только рассказываю. Может быть, это кому-то будет неинтересно, но большинство пишет, что такие выпуски нравятся. Кстати, напишите комментарий, как вам такие обычные влоги, выпуски. Многие пишут, что меньше снимай себя, показывай окружающую среду, так ты делаешь лучшим видеоролик. Вот по этому поводу можете также написать. Лучше снимать окружающих, либо себя. Ну, плавно мы выдвигаемся в сторону моделя. Еще что касается цен на основные продукты питания, ну, в среднем, десяток яиц сейчас стоит порядка 42 рублей. Такие более-менее нормальные яйца. Хлеб от 18 до 20, 1 рубля, это батон нарезной. Мясо, шея, вырезка, вы можете купить порядка 350 рублей. Курица, филе 200, там 220, 230, смотря где вы будете покупать. Ну, вот мы выехали на улицу Элеваторную. Присутствуют автосалоны, присутствуют станции технического обслуживания для автомобилей. Автосалон Чили, Лада, Киа, Хюнда. Это все здесь вы можете найти. Продают как новые машины, так и бэушные. Справа у нас Мушкетовское кладбище, и мы выдвигаемся в сторону Буденовки. Доезжаем мы до трамвайных путей. Здесь ходит трамвай десятка. На Буденовку с центра. Также 28-е, 20-е, немножко там в другую сторону они идут. Они поворачивают на площади Буденова налево, а 28-й, который идет на крытый рынок, здесь ходит. Буденовский район, это считается спальный район. До города добираться здесь порядка 35-40 минут. Транспортная развязка здесь хорошая. С Буденовки можно поехать как на Донской, так и на Щетинино. Трамваи, марки, я вам не подскажу, какие там, их 2 или 3 штучки ходят. Что касается рынков, на площади единственный рынок. Там можно купить как продукты, так и строительные материалы для хозяйства, для быта. Сейчас мы будем как раз подъезжать именно к центру площади. Я вам покажу, что сейчас там происходит. В 2020 году Буденовский район. Вот такой пятачок здесь построили. Раньше здесь этого всего не было. Тут еще очень интересный светофор, он периодически то работает, то нет. И большинство людей здесь перебегает дорогу, так как на пешеходный переход чуть вверх, они никто не хочет идти. Вот видите, как здесь все переходит, поэтому нужно выйти здесь аккуратно. Ну вот и сам Буденовский рынок. Есть ли смысл вам вообще показывать цены, они в принципе не меняются. Вот так выглядит Буденовка в 2020 году. Друзья, если вам понравился этот видеоролик, вы знаете, что делать, пишите комментарии, как вам такие вылазки, выпуски. С вами был Виконста, до новых встреч, пока-пока.